Что есть х от омега? Есть омега, для которого х от омега равняется нулю, правильно? Да. Помните такое? Да. Ну давайте, так скажем, предположим, что n таково... Помните, мы же n-то выбирали непонятно откуда, с потолка, там 100 миллионов, непонятно. Ну вот теперь предположим, что число n таково, что c из n по x умножить на вот эту величину 2 в степени 1 минус c из s по 2 меньше единицы. Ну просто возьмем и предположим, что мы взяли такое n, для которого вот это выражение, равное математическому ожиданию х, меньше единицы. Вот это вот это мат ожидания х. Предположим, что мат ожидания х меньше единицы. n таково, что мат ожидания х меньше единицы. Тогда найдется омега, то есть раскраска, для которой х от омега меньше единицы. Помните такой ход мысли? То есть среднее значение, математическое ожидание меньше 1, то есть и конкретное значение, которое меньше 1. Да. Если в среднем меньше чего-то, то и в конкретном случае в каком-то меньше чего-то. Если бы здесь стояло больше, я бы здесь написал больше. Но у нас не целое число клик не может быть. У нас не бывает не целое число клик, правильно? Их сотоверный стал бы отравняется нулю. Да. Значит, их сотоверный равняется нулю. Ну, а это ровно то, чего мы хотели. То есть, если для данного с, еще раз, если для данного числа с, n оказалось таким, что выполнено это неравенство, то мы можем гарантировать существование раскраски, в которой нету одноцветных карис. То есть, мы можем гарантировать, что r от s, s больше, чем n. Еще раз, если мы зафиксировали s и нашли такое что, то мы можем утверждать, что r от s, s больше, чем n. Все понятно? Да. Взяли s, нашли n, с которым выполнено это неравенство. Все. Мы знаем, что есть омега, на которой х сотоверный равняется нулю, а это в точности означает, что r от s, s больше, чем n. Да. Да. Нет. Теперь давайте подумаем, насколько же большим в зависимости от s можно взять такое n, чтобы это неравенство по-прежнему выполнялось. Это будет давать нам хорошую нижнюю оценку для r от s. Чем больше мы сможем взять n, при котором все еще это неравенство выполнено, тем лучше. Очевидно, что по n вот эта функция возрастает, и в какой-то момент она действительно превзойдет единицу. Есть вопрос в том, какой этот момент, каков. Когда это произойдет? Ну, можно разделить единицу на 2 степень 1, или с 3 из скоба, потому что это величина на... Нет, как отсюда выразить n, c из n по s мы не знаем, как растет. Мы знаем с вами тоже, как растет c из 2s минус 2 по s минус 1. Это мы сегодня выясняли. А вот как эта штука растет, мы не знаем. Давайте сформулируем теперь теорему. Теорема утверждает, что r от s, ну уж точно больше, чем целая часть от 2 в степени s пополам. Вот это теорема, которую мы сейчас выведем из вот этого неравенства. Просто вот докажем. Но прежде чем ее доказывать, давайте я в скобащих напишу, чтобы понимать пафос этого утверждения. Я в скобащих напишу, что мы знаем вот такое неравенство, да? Это не утверждение теоремы, а мы это с вами знаем. В чем тогда пафос теоремы? В том, что и здесь стоит двойка в какой-то степени, и здесь стоит двойка в какой-то степени. Ну, конечно, это степень s пополам, а это 2s минус 2. То есть здесь степень, которая сверху, она побольше, чем степень, которая снизу. Ну, подумаешь, там в 4 раза, и тут не так смертей. Ну, то есть это похожие функции. У нас, конечно, есть огромный зазор между нижней и верхней оценками, но, тем не менее, он такой вот в каком-то смысле обозрит. Давайте докажем теоретку. Ну, что нам нужно сделать? Давайте просто в качестве n возьмем вот эту целую часть. от 2 в степени s пополам. Да! Вот давайте возьмем s равное тройке. А может, и не ошибку, давайте посмотрим. Что будет, если взять s равное тройке? Тройке будет... Понятно, что это 2 в степени полтора. Это 2 корня из 2, да? Чему равно 2 корня из 2? Примерно. Корень из 2, примерно, чему равен? Одноцовое, третье, четверо. Один четыре, что ли? Ну, давай, один четыре один, да? Один четыре сто четырнадцать, там, ну, не важно. В общем, если вы 2 умножите на один четыре, то это будет меньше трех. Да. И возьмете вы целую часть, и будет равно 2, да? Да. Плохо? Или не плохо? Неплохо, все. Все хорошо? Да, R от 3 3 больше, чем... Да, правильно, R от 3 3, это уже 6. Нет, тогда все хорошо. Все, отлично. Это правильное утверждение. Давайте возьмем R равная целую часть, 2 в степени s попало. Вот, для того, чтобы установить неравенство R от s s больше, чем n, да? Вот, для этого, давайте я тебе промышу, для этого неравенства достаточно, достаточно проверить, что c с n в s на 2 в степени 1 минус c с s попало меньше единицы. Вроде бы мы в этом уже убедились, что если мы это проверяем, то все, у нас математическое ожидание меньше единицы, значит, есть омега, на котором x равняется нулю, ну и все, и стало быть, я р от s больше, чем n. Шикарно. Значит, надо проверить, что вот с таким n выполнено вот это неравенство. Сейчас будем аккуратно проверять. На это у нас еще хватит, на более аккуратную оценку не хватит. Я ее напишу, но доказывать не буду. Потом, после доказательства. Теорему я напишу, как можно чуть-чуть уточнить неравенство. Так, ну хорошо, давайте проверять. c из n по s. Это равняется n факториал на s факториал на n минус s факториал. Если мы делим вот это на вот это, то какое произведение останется в числителе n факториал? n до n минус s плюс 1. Прекрасно. n, n минус 1, так далее, n минус s плюс 1. Можно сказать, что это n, выбывающий степени s. Можно, да, но это слишком аккуратно. Для наших нынешних целей хватит сказать просто, что каждая скобка не превосходит n. Да. То есть это все вместе не больше, чем n в степени s поделить на s факториал. Товарищи, понятно, да? Да. Скобок всего s в ступе, и каждая не превосходит n. Да. Значит, все произведение не больше, чем n в степени s поделить на s факториал. Теперь n это цельная часть от 2 в степени s пополам. Да. Но значит, это не больше, чем просто 2 в степени s пополам. Да. Цельная часть x всегда не превосходит x. Да. Цельная часть. Вот это не больше, чем 2 в степени s пополам. Знаете, так иначе не больше, чем 2 в степени s пополам в степени s поделить на s факториал. Согласны? Да. Я просто n оценил как 2 в степени s пополам, но потом n надо возвести еще в s плюс степень. Да. Так, ну степени перемножаются. Мы получаем 2 в степени s квадрат пополам поделить на s факториал. Теперь, это мы оценили c из n по s. Но нам надо оценить произведение c из n по s и 2 в степени 1 минус c из s по 2. Пишем. c из n по s на 2 в степени 1 минус c из s по 2 меньше либо равняется 2 в степени s квадрат пополам на s факториал. Это оценка, которую мы получили для c из n по s. Но это еще надо умножить на 2 в степени 1 минус c из s по 2, правильно? Да. Давайте сразу заметим, что c из s по 2 это ведь s на s минус 1 пополам. Ну, давайте так напишу. Минус s на s минус 1 пополам. Выносим, раскрываем вот эти скобки, если s на s минус 1 пополам, что у нас получается? s в квадрат пополам в частности, да? Да. Со знаками минус s в квадрат пополам. А здесь просто s в квадрат пополам. Складываем. С пепени с не складываются. С пепени складываются, правильно? Да. То есть вот этот s в квадрат пополам и вот этот с минусом s в квадрат пополам, они укапливают друг друга. Но что у нас остается? Но что-то остается, да. Давайте посмотрим, что остается. Во-первых, единица остается. И во-вторых, остается со знаком плюс минус на минус дает плюс s пополам. Остальное окна, окна. А это все осталось. Понимаете? Да. И это еще длинная с факториала. Вот, я написал длинная с факториала. Да-да-да-да-да. Так, давайте попробуем подставить s равное трое. Просто попробуем подставить s равное трое. Это 2 в степени 2,5. 2 в степени 2,5 это 4 же корень из 2, то есть примерно там 5,6, что-то такое, да? 5 и 6 делить на 6. Делить на 6, но это меньше единицы, правда? Да. А, ну да. Так, что это меньше единицы? Смотрите, а когда мы дальше будем s увеличивать на единичку? Во сколько раз будет увеличиваться числитель и во сколько раз будет увеличиваться в мае? Он будет увеличиваться в корень из 2. Числитель будет увеличиваться каждый раз в корень из 2 раз, правильно? А знаменатель в... А знаменатель в очередное s, вот это. Да, поэтому все меньше будет. Но числитель каждый раз стабильно увеличивается в корень из двух раз, а знаменатель увеличивается сначала в четыре раза, потом в пять раз, потом в шесть раз. Но понятно, что корень из двух поделить на четыре, на пять, на шесть, все меньше единицы. Поэтому это всегда меньше единицы в любом раз. Ну, знаете, если быть пуристом, то есть, как называется, следить за чистотой и аккуратностью по полной программе, то, конечно, все-таки надо сказать, что это пресс больше не в равном тройке. Что пресс равен двойке, все это не в равном. Пресс равен двойке, вообще оценка целой части от 2 в степени с пополам, это оценка двойкой. Но мы же знаем, что 2,2 это 2. То есть мы не можем утверждать, что 2,2 строго больше двух. Конечно, все это верно только пресс, начиная с трех. Ну, а пресс равен двойке все это очень. Вот. Так что мы доказали с помощью вероятностного метода такое вот замечательное неравенство. Рад СС больше, чем целая часть от 2 в степени с пополам. Просто путем подсчета математического ожидания. Рад СС больше, чем целая часть от 2 в степени.